Так, ну что, моя прекрасная, у меня сегодня, знаете, такие вайбы немножечко такие, поковыряться в ваших партнёрах. Ну, по-хорошему, я как-то не сильно себя представляю в роли хирурга. Который будет вскрывать скальвелем надрывы и надрезы. Такая интересная погода за окном. Давайте тайны посмотрим. Я опять же поэксплуатирую колоду, которая вам прям залетела, потому что вы её любите смотреть в рилсах. Я сняла на неё уже два расклада на отношения. Она достаточно говорящая, потому что очень круто показывает, передаёт эмоциональный фон. Ну, плюс это ещё вода, кубки. Мне кажется, удачное решение, да. Сказали, что я там сильно вдохновлена рисовкой. Но вы знаете, что я не особо люблю русскоязычных авторов, потому что мне кажется, что чуть-чуть, вот каждый раз, вот ощущение нераскрытого потенциала. Чуть-чуть не хватает насмотренности, может быть. Ну, это моё личное, собственно. Это издательство, по-моему, от Мэджик-книги. То есть они, видимо, стали колоды издавать. Эту женщину-фотографа я не знаю. Я так понимаю, она не является эзотериком. Ну, вот карты мира. Я думаю, что колоды будет нам говорить. Так, ну что, камень выбирайте свой. Камень выбирайте, под которым спрячется ваш таинственный партнёр. Немножко, наверное, неких психологических портретов смотреть можно тем, у кого начало отношений, но вы знакомые или вы достаточно давно уже там в каком-то коннекте пребываете. Потому что я не знаю, что ответит нам пространство, потому что мы в любом случае с вами будем бережно заглядывать во внутряночку, выворачивать лакомод с грязным бельём, потому что это не монара, это не какие-то откровенные такие карты, которые, к сожалению, у нас сейчас через цензуру, у нас нет возможности снимать то, что мы хотим, как бы, знаете, сверкать лицом, что-то у меня сильно нет желания. Вот. Ну, а почему я об этом говорю? Потому что, как правило, ассоторологи снимают какие-нибудь откровенные чуть-то монара, да, они вот себя показывают, а саму карту нет. Нет, такое неинтересно, поэтому я монару, короче, ввела в закрытые расклады. И, собственно, все мои прекрасные колоды с обнажёнными частями тела я, короче, увожу туда, вот, у вас есть возможность, да, приобщиться к нашему тайному обществу любителей откровенных раскладов, там по подписке, подписка минимальная, и это именно просто, чтобы сделать закрытую территорию. Там у меня есть закрытая территория закрытых раскладов, и там, поверьте мне, сильно горячее, сильно, возможно, болезненнее, сильно, сильно откровеннее, чем в общих раскладах. Вы знаете, что я сетвала по этому поводу, что мне не даёт раскрываться в полную суть мощь, да, под мой размах нейровиденских крыльев, а вот в закрытых раскладах вот есть такое, что я могу горячее словцо какое-то сказать, знаете ли вам, да. Ну, там все свои, там все понимают, там нет, к счастью, левых людей, которые будут не выгуливать белое пальто и говорить, что он фу-фу-фу, и не надо говорить на эти темы, и вообще, знаете ли, да, вы тут распустились женщины. И вот поэтому, да, мне прикольно работать с вами в закрытых раскладах. У нас с вами больше коннект, несмотря на то, что там нет возможности оставлять комментарии, потому что они закрытые, но в магическом чате вы, конечно, можете, я вам там даже даю обратную связь. Это прям, знаете, исповедь некого священника, и там как-то, да, не все хотят показывать, чего они увидели и услышали, потому что это лично, мы это лично уносим с собой, да, и что-то с этим делаем непосредственно, или от чего-то избавляемся, или понимаем, что это какой-то момент принятия, или индульгенция, что вам можно, вам что-то разрешили, признали как бы ваши тени и сказали, что с вами все ок. Вот, я вот такой ваш своеобразный пастор. Окей, а все, я думаю, что выбрали камни, я рассказала про те активности, которые у нас сейчас есть, ну, плюс еще, конечно, крутейшее проживание арканов, которые пытаются копировать, мне вот это постоянно что-то показывает, но, слушайте, дай бог людям здоровья, как бы нехорошую карму закопирования, ну, как бы ничего ни у кого не получится, я уже успокоилась по тому поводу, потому что первый источник находится у меня, вот, поэтому как-то, знаете, где там кто-то учился, я там преподавала все, давайте смотреть. Ну что, единички, я вас приветствую, давайте смотреть происходящее с вами. Вот, кто со мной не так давно или вообще там просто случайно попал на мой канал, хочу сказать вообще, что я один из лучших, по мнению, опять же, моих друзей-торологов. Торолог, да? Ведьма, потому что я практикующая, на самом деле ведьма в языческих традициях, в Ютьюбе. Так говорят мои коллеги, они и меня советуют, ну, то есть, со мной бережно, достаточно бережно, грамотно и аккуратно. Я стараюсь все-таки там для вас работать, очень бережно с пространством, бережно по отношению к вам. Ну что, вот я хочу понять, я хочу вас посмотреть, или вашего, значит, это персонажа. Давайте вас, наверное, да, в каком состоянии вы ко мне пришли? Кто сейчас передо мной? Я сейчас буду представлять, что понятно, что вас будет смотреть большое количество, что кто-то сейчас вот сидит передо мной. Наверное, женщина. Преимущество на то, что мне девочки смотрят, кто же сейчас передо мной? Кто сейчас передо мной? Боже, как вы устали от жизни. Как сильно вам не хватает каких-то новых эмоций, как вы немножечко замученные, потому что пожезлов и, собственно, хочется вот чего-то какого-то, знаете, не знаю, свежего воздуха, нового начала, открытия новых дверей, возможностей. Может быть, вы там в поиске, да, чего-то такого, что, конечно, вас, знаете, затронет до мурашек вашу уставшую душу, да, пожезлов карт мира. Потому что, в принципе, может быть, меня смотрят те, у кого дети выросли, и, собственно, время уже подумать о себе. И так, о чем еще карта мира здесь может быть? Может, отношения, кстати, на расстоянии, может, отношения с партнером младше. Ну, ладно, это все натягивание сов на глобус. Да, вполне возможно, что кого-то очень сильно раскидало по разные стороны планеты, знаешь, там, разные города, может быть, это что-то, какая-то была общая работа. Потому что мы все равно смотрим в контексте отношений, я не вижу, чтобы вы были вместе, кстати. Ну, то есть, если вдруг у вас натяжка, есть отношения по карте мира, потому что все-таки здесь некие, как бы, моей семейной картой, это про то, что, видимо, лодка любви разбилась о быт, или, короче, вам тут скучновато, ребята мои прекрасные. Скучно. Потому что, смотрите, какая-то миссия завершена, новая не началась. Новая не началась. А зачем вы все ко мне пришли, расскажите? Зачем? Давайте одной картой. Как вы вообще партнера видите? По-честному. Как видите партнера? Партнеры очень скрытные, правда, и есть ощущение, что вы можете подозревать его в различных азюльтерах, и, скорее всего, вы хотите узнать от меня, изменяет ли он вам. Да, будем говорить прямо как взрослые люди, потому что короля уже здесь привернутая. Да, кто-то хочет спросить, Аня вообще, любовница-то есть? Это, знаете, как бывает такое, ко мне на личный приходит, я в высоком, значит, а мне такие, Аня у тебя любовница есть? А ты можешь посмотреть? А он из меня, Аня с ней спит? Вот это все. Потому что, опять же, привернутая королева жезлов. Да, и еще есть ощущение, что вам непонятно его отношение к вам. Да, это точно. Что еще хотите узнать о партнере? Господи, у меня как-то прям стол заказа по русскому радио сегодня. Да, любит ли вас, любит ли кого-то, кроме вас еще, да? Не уверены, да, в своем этом персонаже? Давайте смотреть, опять же, какие-то тайны он скрывает. Есть ощущение, что зазнобушка в сердечке. Кто вообще перед нами? Ну, я вас уберу, да, потому что, в принципе, я посмотрела, что вы хотите. Если вам это резонирует, все у меня какое-то уже иное резонирование, вот, потому что, как правило, чего чаще всего, да, определяет тех, кто смотрит. характеристика личности, да, а я пошла в характеристику вашего запроса. То есть, если в вашем бессознательном есть эти моменты, что я хочу понять, любит он меня, изменяет, если у него кто-то еще, оставайтесь, пожалуйста, на первой позиции, потому что явно мы сегодня будем озвучивать, да, ответы на ваши вопросы. Я напоминаю, конечно, что расклад общий. Это не про то, что я вас зову ко мне на личный полу, в общем, в этом разговоре, как бы, да, то есть, его продолжить как-то, потому что я не люблю, правда, вот эти все истории, есть, как бы, да, практики, которые очень сильно любят покопаться в белье. Нет, я люблю белье чисто. Хорошо, ваш партнер, партнеришка ваш, партнер ваш, на который вы смотрите, кто перед нами. Смотри, человек, который потерял ориентир, да, человек, у которого действительно могли разрушить соотношения, да, это рыцарь Пентакли, но он привёрнутый. Такое ощущение, что он такой потеряха по жизни, да, рыцарь Пентакли. Смотри, рыцарь Пентакли вообще с прямой позиции, вот даже если мы эту карту привернём, да, это вот товарищ, у которого есть цель, да, и он, значит, я её иду. А у нас это рвал привёрнутый, явно, знаешь ли, как-то что-то у него пошло не так, да, либо вообще у него никогда ничего так не идёт в семейных отношениях, потому что он мало с кем, например, там жил длительный период, например, да, или у него куча там, знаешь, там баб, которые хотели бы там замуж, а он что-то вот не особо там как муж, да, состоялся. Муж объялся груши, вот что-то видишь, у него как-то прям личная жизнь, что касается семейных отношений, она у него либо не ладится, либо в какой-то момент, смотри, он прям сошёл с дистанции, да, да, есть такое, что, видимо, какие-то женщины есть на расстоянии, которые что-то ему там вот это обещали, может, знаешь, какие-то незакрытые гештальты с бывшей женщиной, потому что четвёрка кубков, и вот четвёрка кубков, и брать внимание, что здесь всё-таки женщина, да, либо он там всё к ней никогда плыть, короче, не может, что-то, видимо, с какой-то женщиной, короче, у него не срослось, не срослись отношения, и, скорее всего, это его очень сильно травмировало, да, пацана нашло, вот, и смотри, из-за какой-то женщины у него прям перевернулись представления о семейной жизни, и в частности о нём самом, потому что, обрати внимание, все карты перевёрнуты, это всегда говорит, что это какая-то тупая позиция за зеркалью, вполне возможно, что у него есть там какие-то чувства, вот смотри, опять же, всё перевёрнуто, чтобы ты понимала, у меня вот карта в прямых позициях тоже есть, да, здесь вот какое-то извращённое, ну, знаешь, такое представление о себе, о жизни, про отношения, про, скорее всего, там он, ну, постоянно, знаешь, там живёт в голове, короче, анализируя прошлое, да, анализируя прошлое, потому что там были чувства, там действительно были чувства, вот такой у нас персонаж, да, вот такой персонаж, я пока не говорю вообще, что у него там к тебе сейчас, но давай мы, наверное, всё же посмотрим, да, одной карты, ну, это, знаешь, это колода, как я думаю, она прям позволяет копаться в прошлом, потому что она очень говорящая, там, большое количество фигур, да, и даже на младших арканах, как ты видишь, там, то есть можно здесь прям разворачивать картины, окей, давай вообще просто одной карты отношения к тебе, да, что же такое-то вообще, знаешь, как, хорошая, да, хорошая, но извини, я не могу оценить твою ценность, да, ты хорошая, ты там тёплая, верная ещё какая-то, ты хорошая, и с тобой бы хорошо бы в отношениях, но сердечко по прошлому у меня дико болит, сердечко по прошлому у меня дико болит, ты хорошая, вот так, я понимаю, что мы в любом случае хотим же послушать ещё и про себя, да, котик мой, скажи мне, пожалуйста, он элементы никому не платит, потому что там есть какая-то финансовая история, ну, это же долги, я сейчас объясню тебе, почему я так говорю, потому что у меня ощущение, что он, правда, может быть невыездной, из-за того, что у него проблемы с судебными приставами, знаешь, может быть, может налоговый, может ещё что, потому что раз уж мы хотим тайны посмотреть, знаешь же, как свидания после 30-35 происходит, когда ты сканируешь его натальную карту, когда ты заходишь на госуслуги, там, и прочие сайты, да, проверить, что у него там, собственно, какие есть долги, да, что, короче, оформлено, это всё, а раньше просто гороскопы смотрели, сейчас вот такое что-то, понимаешь, вот такое что-то, давай так, по-честному, мужик с прошлым, с тёмным достаточно, есть вещи, которые, конечно, он тебя не озвучивает, но мы сейчас с тобой посмотрим, я у тебя буду этот, детектив частный, давай, персональный, повезло тебе, в нормальное детективное агентство обратилась, ну что, клиентка моя дорогая, детективного агентства, вот ты показываешь мне фоточку твоего персонажа, что я вижу, что я вижу, вот какой-то, смотри, закрытый, да, нелюдимый товарищ, ты говоришь, я не знаю, может он женат, четвёртый по пентакле, потому что он закрытый, да, это ко мне пришло, чтобы мы его немножечко, знаешь, распотрошили, да, он правда может скрывать от себя свои доходы, да, или это прекрасная жена, да, которая пришла ко мне и говорит, а посмотри на Таро, где у него заначка там в унитазе, заначка-то есть, а я тут что-то это, рукой туда, там-то ничего нет, перепрятал, давай посмотрим, куда он спрятал, да, клаб в квартире, потому что правда, человек скрывает от тебя своё истинное финансовое положение, ты-то хорошая, истинное положение, я надеюсь, котик мой, что он не живёт на твоей территории, да, мотивируя это тем, что там у него какие-то проблемы, сейчас всё посмотрим, всё разрулим, короче, смотри, вот какая-то женщина есть, там, гешталит вот этот незакрытый, может, какая-нибудь, давай так, бывшая жена, чего он там рано-то бередит ему, кто-то, ну, ведь день он должен, что, ну, смотри, тут какая-то вот история, что либо семья не сложилась, короче, она ему прям рано нанесла, ну, вот, а он туда деньги платит, деньги платит, ну, есть, смотря ощущения каких-то всё-таки у него обязательств семейные, да, десятка жилов, каждого солнца, может, дети есть, просто, вишь, я плохо читаю энергию детей, у меня же, со мной детей нет, и я плохо читаю энергию детей, скажу сразу, ну, вполне возможно, да, там есть такая история, потому что он тебя скрывает, скрывает, а чего он тебе деньги скрывает, давай, чего он истинно-то, чего скрывает, знаешь, чего, тут, наверное, ощущение, что не столько даже деньги, а сколько истинные источники своего дохода, истинные источники своего дохода, он жадный достаточно, давай, почему, вот это, конечно, прям, да, а он жадный, короче, по отношению к тебе, ты молоди, почему молодец, потому что, смотри, как интересная пятерка Жезлов, он бы хотел быть жадным по отношению к тебе, но ты, скорее всего, транслируешь о том, слышишь, что, как-то в меня же нужно вкладываться там, да, ты это показываешь, потому что вот это ощущение конфликта, потому что он говорит, ты живешь непосредством там, или ты транжира, или там, зачем тебе там, не знаю, сумка Жак Мел, если ты можешь на Вальберес купить за 5000 рублей подделку, она такая же, еще и мягкая и кожаная, да, то есть вот есть какой-то такой момент, и ты такая смотришь, и такая думаешь, ну, просто рука лицом, просто рука лицом, просто человек, вот, знаешь, что тебя может в этой всей ситуации смущать, потому что он при всем этом может тебе рассказывать, какой он дико щедрый по отношению к своим, например, там, прошлым отношениям, да, что он там и то, и это, и пятое, и десятое, и люблю там, ну, ну, самолет куплю, ну, значит, там женщина оказалась тварью неблагодарной, и, а он теперь, значит, ищет большую чистую, а пока он ищет большую чистую, как бы не поймет, что женщина его любит просто так, а не за бабло, он, значит, это вкладываться сильно не будет, он не будет сильно вкладываться, а тут, понимаешь, что-то у него шатается, идет не так, потому что, скорее всего, он, что, боится тебя потерять на таком отношении, да, своем, ну, давай, какой ты все-таки статус, ты занимаешь у него в жизни, статус, союз, слушай, ну, это союз, и, возможно, даже какие-то отношения, да, тройка, пентакли, король мячей, смотри, ты, наверное, знаешь, какой-то больше друг, с которых, он, знаешь, так, зализывает свои сердечные раны, как женщина видит, как боевая подруга, все, я поняла, у меня сложилось, у меня сложилось, значит, там была какая-то женщина, которая раздолбала ему сердечную чакру, и он, вполне возможно, там, знаешь, такой был просто как уязвимый маленький котеночек, да, там любовь была, да, понимаешь, он там вообще как герой проявлялся, да, рыцаржезов перевернутый, и вообще просто, может, подойти там не мог, или что там еще у них, может, она его отшила, там, короче, вот там, значит, он пострадал, да, рыцаржезов, например, рыцармичей, собственно, давай еще, что там эта женщина-то ему рано нанесла сердечно, никакого характера, давай, как уков перевернутая, да, и Паш Пентакли, и ощущение, что он прям заслужил либо ее внимания, либо она ему говорила, что недостаточно хорошая, или говоря, что ты хороший, ну вот я, знаешь ли, буду, наверное, счастливой без тебя, с более успешным, более реализованным, более каким-то, да, то есть, и, значит, он там постоянно отыгрывал роль этого мальчика для битья, тут, значит, ему встречаешься ты, да, с кем вот не нужно отыгрывать эту роль, потому что ты, вот такое ощущение, что видишь, как будто вот его адекватно, там, его самооценку, да, сильно ничего от него, как бы, не требуешь, и он, знаешь, не могу сказать, что в тебя влюблен, потому что здесь больше отношения, какого-то партнерства, понимаешь, какой-то партнер, боевая подруга, да, боевая подруга, там, с тобой можно, там, не знаю, виски там где попить, да, в какой-нибудь рок-клубе, или, например, пожаловаться на жизнь, да, или что-то поржать, короче, на фудкорте, там, купить шабуху, но вписывает ли он тебя сейчас на роль прям потенциальной женщины, в которой он просто надышаться не может? Нет, потому что не торкнула, или потому что торкнула когда-то давно, понимаешь, уже, то есть он уже, знаешь ли, как это сказать, колокольчик, который прозвенел, понимаешь, все, у него, типа, как ему кажется, вот лучшее все, либо случилось там в жизни, а вот что-то в тебе не то, да, ты вот как-то прям не торкаешь, не торкаешь, ну, какой-то вот, знаешь, как Дон Кихот, который борется с этими ветряными мельницами, там, видимо, не срослось, короче, все, он до сих пор вот как-то страдает, все что-то пытается доказать, а давай, а вот, давай так, по честным чутам, финансово по отношению к тебе, насколько вот человек открыт, да, в своем вот этой, ну, финансовой истории, потому что, в принципе, это же интимно очень, да, деньги, это всегда интимно, да, деньги мы держим ближе к телу, да, не зря женщина вообще в лифчике деньги прячет, да, вот для него какой-то важный момент, такое ощущение, что он делится с деньгами только с тем, с кем любит, с тобой делится деньгами, девятка пентаклей, шут привернутый, но смотри, он такой, короче, говорит, я готов ссорить деньгами, я готов ссорить деньгами, а он это делает, он ссорит с тобой деньгами, но у меня их нет, то есть, знаешь, что-то из серии, вот если бы у меня бы что-то вот это было, я бы там тебе звезды, ну, там, там, не знаю, абонемент, там, спортзал на год, нутрициолога, сумку Шанель, если бы у меня было, ну, вот понимаешь, что для тебя у него нет, да, ну, для тебя у него нет, будет ли когда-то, да, честно говоря, сильно под вопросом, потому что карта фортуны и перевернутая карта жрица, хорошо, давай так, если бы рядом с ним сейчас была бы другая женщина, был бы ли он более щедрым на эмоции, подарки, сюрпризы, еще просто вот, прям, открытую душу, да, если бы рядом была бы другая, да, однозначно, понимаешь, однозначно, понимаешь, вот, просто с тобой, вот эта вся история у него как бы не мочится, не мочится, и пойми, что, если у вас не получается нормальное развитие отношений, там просто правосудие перевернута, четверка жезла, потому что вполне возможно, ты не его женщина, а он не твой мужчина, тайны, которые он скрывает, при этом не хочет говорить, там, говорю, видишь, вот эта вся история, когда он скрадал, там, либо его не приняли, либо сказали, что мало денег же принес, ну, это больная тема, ну, там вроде встретил себя адекватную, которая, собственно, да, с ней, ну, можно идти, собственно, в какие-то отношения, ну, все, у него там слишком болит, да, а если ты будешь себя проявлять, сказать, что он недостаточно хорош, и он должен тебе еще доказать вообще, что вот рядом с тобой находиться, это привилегия, поменяется ли его отношение к тебе, да, мой котик, он будет искать деньги, ты понимаешь, да, он будет искать деньги, такой, он, кажется, не знает, где их взять, может, он явно это не будет показывать тебе, пожрится, да, но опять же, если ты будешь показывать, демонстрировать вообще, что знаешь ли, на фудкорте не отвезти по ежавуху, а давай-ка, дорогой мой там, я хочу там, я не знаю, что ты хочешь там, устриц, я не знаю, что ты, так, господи, что ты можешь там хотеть, вдову клику, что, что, вот скажи ему, действительно, что у тебя уровень притязания не выше, даже если ты можешь все сама себе дать, изменится ли его отношение к тебе, однозначно, да, однозначно, конечно, изменю, знаешь, такое ощущение, что у него есть какие-то накопления все же, да, у него как-то есть какие-то накопления, ну, как будто, вот, знаешь, вот он ищет женщину, с кем действительно раскрыть вот этот свой душ, а ты как бы что-то вот это, знаешь, ну, нет у тебя вот этой широты души, чтобы просто, вероятно, просто раскрутить его, на какие-то немыслимые, да, историю, потому что об этом для тебя нет, да, для тебя денег нет, а вот, собственно, встретилась бы такая, которая, денежки, 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 да, деньги, 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 позабыв, покоили, давай деньги мне, давай деньги, остальные все, дребеный день, все, и это просто все, он залив, влюбился, да, и служит такой женщине, понятно, посмотрите, все, влюбленные, все, влюбленные, А тебя как раз оценивает Как боевую подругу Тебя оценивает как боевую подругу Либо недостаточно мотивируешь Либо недостаточно его просто Ринами кроешь Понимаешь? Мотивации не хватает Потому что ты человек такой, знаешь, которым нужно Видимо управлять Говорить ему, что недостаточно хорош Потому что ему, по сути, для себя не надо Он, видимо, все, что делает Он делает для других То есть его нужно, видимо, стимулировать Вдохновлять и прочее И, кстати, его нужно еще учить распоряжаться Деньгами, в том числе еще и тратить их То есть повышать его личный Какой-то уровень притязания Потому что, в принципе, это не то, что у него там перекрыт Денежный канал Он очень любит вот это покайфожорить Короче, знаешь, там поспускать Баблишко, соответственно, но чужое Да, но чужое Поэтому, в принципе, у него, правда, могут быть Проблемы с финансами Потому что он как будто, знаешь, не умеет их удерживать Может, это микрофинансовая организация Какие-то еще что-то А все ситуации его жизни Это про то, что его действительно приучают К ответственности, знаешь ли А ему вот эта ответственность, честно говоря Прям поперек в голову Вот такая вот у нас интересная с тобой история По первому варианту Что-то какие-то прям сильные, серьезные тайны Тебя скрывают Перевернутая императрица Карта мира Ну, слушай, классик мой Ну, просто, если тебе кажется, что у вас отношения Которые идут к свадьбе, конечно же, нет Потому что он тебя не видит Своей женой Если вы в отношениях Ну, опять же, вот это ощущение неудовлетворения Все же Даже если ты жена Все равно есть ощущение У него неудовлетворения Понимаешь? Ему бы, конечно, хотелось просто Как козлик сивый Скакать по горам Ты знаешь, у меня ощущение, что он дико любит деньги Либо тратить их на себя Либо он такой, знаешь Скряга При этом ему нужна женщина Которая просто его вот это вот расчехлит Знаешь, как женщины говорят И он тогда будет, видимо, чувствовать себя Что он что-то может дать своей женщине Вот это есть у него, знаешь, такое То есть, как бы, смотри Основные тайны, которые он скрывает Это вот его истинное отношение к деньгам Да, его вот Может быть, даже чувство Какой-то неполноценности, неуверенности Но это как раз вот в кавычках Моя любимая категория женщин Которая будет мне писать в комментариях Да, Ань, как бы, мы с ним жили 15 лет Он потом к молодой ушел там Да, и потратил, короче, все наши сбережения на нее Это вот такой типаж мужчин Так что, собственно, знаете Если не вы, да То, как бы, всегда найдется та Которая скажет, что Мне нужно сильно больше Чем ты там давал своей бывшей женщине Или бывшей жене И если он рассказывает, что в прошлых отношениях Он там тратил на женщину А сейчас, как бы, вы не видите, что он тратил на вас Это просто вам подсказка от Вселенной Что у него действительно есть потенциал Тратить и зарабатывать Вот, ну, как бы, либо вы не тот типаж Либо это ваши внутренние тараканы И загоны относительно разрешения, да На себя что-то тратить Вот такая интересная история Ну что, двоечки, я вас приветствую Давайте смотреть происходящее с вами Тайны вашего чемодана Но я сначала посмотрю, что за женщина ко мне пришла Вот как будто вы сидите напротив Я немножко вас опишу И вы, в общем, поймете Вы ленивы Вы ленивы Субтитры сделал DimaTorzok Что-то не совсем непонятно Карта влюбленный Ну, окей, хорошо Я люблю его Ну, давай посмотрим, пожалуйста Так, влюбленный Ну, мне характеристика, что нужна твоя Все же, котик Боже, несчастный влюбленный Это мой потенциал А ты все-таки не хватает Либо на продолжение отношений Либо что-то уверена, да Что Какой-то ресурс Там у тебя встретился А у тебя хвост Потому что это рысалка Рысалка, да Ты, короче, уверена Что ты встретила Какого-то короля Да, но ты для него Недостаточно хороша Да, есть такая Есть такая Так, что ты про себя думаешь Что пятерка Пентакли Перевернутая карта Страшного суда А ты вот, видимо Котик мой Знаешь, в чем твоя ошибка? Ты вот решила Что вот тот мужик На который мы сейчас Будем смотреть с тобой Это твой спаситель Спаситель Это твоя личная пятерка Пентакли Она у нас может быть Как бездуховная Так эмоциональная Материальная Сейчас мы с тобой посмотрим То есть тебе хочется Чтобы он стал Типа твоей новой жизнью Да, вытащил То есть, да Как я мем Видела, короче, недавно Да, спасибо, короче Благодаря вашему Этому вебинару по Excel Я в комментариях Познакомилась там С парнем А он, короче А он оказался Владельцем фирмы Теперь, короче В звезду Типа вашу работу Да Я хожу по СПА Короче Салоном красоты Работает Алексей Я так ржала просто Потому что это прям Реальность жизни И вот сто процентов Знаете, вы прям Ищете Алексея Который, значит Закроет ваши потребности Потому что В звезду эту работу Да Я хочу ходить По СПА И салонам Там Красоты И шопинг Шопинг, да Там совершать А работает Пусть Алексей Вы, короче Вот такого Алексея Походу нашли Он что-то Не стремится Соответствовать Вашим идеалам Так Ну, сейчас Еще немножко Вас почитаю Да Вполне возможно Что еще женат Может быть Да Правосудие Перевернуто Не всегда Это кого-то Смущает Или Знаете Смотрите Все никак Не разведется И у вас Непонятный статус По пятерке Пентакли То есть Он правда Может вам Что-то обещать И при этом Не делать Да Либо наоборот Не жениться На вас Еще посмотрю Хорошо А что вы хотите узнать Какие тайны Хотите узнать Относительно Чего мы с вами Будем общаться Сегодня Что там за Алексей Это у нас Алекс А вот да Это же как раз Вот этот вопрос Выбора Я считаю Что у него есть Какая-то двойная жизнь У меня что-то Не договаривает Да Что-то не договаривает Все же Двое Копентакли И карта мага Тоже наверное Будем спрашивать Да Есть ли у него женщины Только смотрите В качестве спойлера В первом варианте Там что-то Какие-то незакрытые Гештальт избывшие А есть ощущение Что у него уже Ну сейчас уже Кто-то есть Сейчас я посмотрю По мне возможно Знаешь И А что мужик Прям такой ресурсный А Ресурсный Дедка Как вы сами считаете Насколько он ресурсный Потому что Девочки ресурсных Такое ощущение Знаю Что его как будто Либо многие хотят На себе женить Короче Завидный холостяк Да Четверка живет Привернутая Туз мечей Либо мужик Короче Недоразведенный То есть Он может тебе Рассказывать Относительно Короче Разводов Своих Там И Значит Может Вешать тело Лапшу Относительно Того Что Я не развожусь Потому что У нас Совместный Бизнес Дети Да И короче Нужно же Делить имущество Это все долго Адвокаты Суды И прочее Что у нас еще Что ты хочешь узнать Что ты хочешь еще узнать Относительно На двой персонаж Пятерка жезлов Да Пятерка жезлов Иерофон Да Кстати Он тебя Правда Может Вешать Лапшу Относительно Какие-то Судебные Делы Смотри Пятерка жезлов Иерофон Тут Какие-то Знаешь У нас Посерьезнее С тобой Заморочек Чем По первому Варианту Да Потому что Там Просто Он Такой Как это Сказать Гедонист А вот здесь Вот у нас С тобой Серьезная История Потому что Мы бьемся За какого-то Ресурсного Как тебе кажется Императором Мы бьемся За ресурсного Императора Потому что Мы хотим В отношении Уже с ним У меня Такое Послевкусие Странное В общем Сталось Я Стала Присматривать Сериал Российский Пятая стража Называется А он просто Ну фоном Бонус Там Красивые Актеры Там 16-го Руст И Там Значит Как бы Смысл В том Что Люди Со Сверхъестественными Способностями Расследуют Преступления И Одна серия Меня Прям Поразила Там Короче Парень Вешал Лапшу Женщинам Что Он Женится Короче Если Она Убьет Бывшую И Как бы Серия Начинается С того Что Девушка Пьет Кофе Короче Две Девушки Красиво Блондин Пьет По улице Говорит Что Там Неплохо Пьет Кофе Короче И Видим Карту Смерти И Умирает А потом Оказывается Что Женщина Отравила И Получается Что Он Встречался С каждой Следующей Подружкой И Короче Рассказал Ну Это уже История Что Это Если Ты Убьешь Бывшую Она Достала Она Лезет В нашу Жизнь Я На Тебе Женюсь И Девки Такие Ты Он Весь Такой При Деньках И Этот На Старуху Бывает Браруха Встретил Девочку Которая Абсолютно Отчаянно Дико Хотела Замуж Что Она Действительно Короче Просто Замочила Его Бывшую Ну То Вот И Я Замочила Бывшую Пришла К нему И Он Говорит А я тебе Не верю Говорит Доказательств Короче Нет И Следующий Бывший Который Он Замочил Он Просто Голову Показал А там Еще Такая Красивая Сцена Была Что Она Пьет Алкоголь Седа Девчонкой Короче Говорит Типа Что Они Подруги Обнимаются Ты такая Хорошая А на утро Оказывается Короче Что Вот Та Ее Типа Убила Короче Голову Доказательств Принесла И По факту Потом Когда Она Женила На себе Она Заставила Короче Просто Женить Он Не женился Короче А потом Узнала Вообще Что Квартира Не его Вообще Совсем Он Не такой Прям Ресурсный Как Ей Казалось Говорит Я тебе Даю Развод И Короче Она Тоже Убила О Блин Такая Красивая Серия Она Еще Идет Вся В этом Свадебном Платье Которая Отжала Тоже Короче Бывшие Невесты Для Меня Это Конечно Прям Мощное Впечатление Было Я вам Сейчас Это Все Рассказываю Потому Что Это Реальный Сюжет По второму Варианту Потому Что Есть Ощущение Что Ваш Мужик Просто Тупо Подрит Головы Разным Женщинам Требуя Возможно Либо Каких Доказательств Понятно Что Никого Убивать Не на сумку Это Не сюжет Сериала Но Такое Ощущение Что Он Устраивает Между Женщинами Гонку За Своим Простите Меня Жезлом Может Пожухлым Я уж Не знаю Может Молодым Да И Вот Ему Кажется Что Он Дофига Такой Дико Выстребованный Да Дофига Дико Выстребованный Ваш Видишь Да Пятерка Жезлов Хлерафан Как Вы знаете Типа Короче Завидный Холостяк Завидный Холостяк Ну Ты Хочешь Узнать Что У него И как Да Потому Что Ощущение Что Он Чего Тебе Не Договаривает Ну Хорошо Давай Как Он Тебе Видит Вообще Этот Персонал Нет Ты Не Достаточно Хороша Знаешь Чтобы Идти Либо С тобой В отношения Либо Роль Жены Либо Что Еще Мой Котик Вполне Возможно Он Ищет Для себя Какую Ресурсную Историю Которую Закроет Его Финансовые Дыры Мы Сейчас Будем С тобой Это Все Смотреть А у тебя Недостаточно Да Десятка Пентаклей Перевернутая Что у него С финансами Давай Я Сейчас Просто Сэкономлю Денег На Детективное Агентство Что С финансами Слушай Финанс У него Может быть Завязан На Семейном Бизнесе Который Принадлежит Родителям Его Жены К примеру Да Вот Что То Такое Финанс Не Его Возможно Там Как Это Просто Бумажки Подписывает Номинальный Знаешь Мальчик Просто Там На Побегушках Кофе Носит Вот Но При этом Может Числиться Там Каким-нибудь Знаешь Там Директором Карта мира Да Собственно Туз Пиков Вполне Возможно Что Он Когда-то Чтобы Прикрыть Свою Жопку Да Там Опять же В уют и покой Да Возможно Он даже Женился На Женщине Которая Обладает Какими-то Средствами Опять же Да Может Папа У нее При должности Может Еще Что-то Ну Короче Когда-то Мужик Нормально Прям Хорошо Устроился Поэтому Как-то Сказать Что Он Ради Тебя Будет Разводиться Котик Мой Ну Это Не Так У Тебя Много Денег Чтобы Он Ради Тебя Развелся Десятка Пентакля Перевернутая Колесо Фортуны Ты Видишь Да То Недостаточно Ты Извини Меня Упаковано Да Чтобы Он Тут Свой Тебе В красной Коробочке Презентовал Пепиндер Так А что Попщай Тебя Хочет Че Тебя Хочет Он Факон Наблюдает Скорее всего Будет Обезьянка Пытаться Взять Тебя Какую-то Выгоду Семерка Нечения Очень Хорошая Карта Как мы С тобой Помним И Семерка Жезлов Слушай Даже Если Вдруг У тебя С ним Чет Разладится Вот Ты Прям Сильно Переживаешь Он Все равно Не Исчезнет С твоего Горизонта Окончательно Обратите Внимание Это Семерка Жезлов Вот Это Семерка Жезлов Как тебе Сказать Почему Он не Будет Уходить Короче С горизонта Потому Потому Что Такая Корова Нужна Самому Действительно Очень Сильно У него Есть чувство Ревности Все же Но Если Есть чувство Ревности Значит Есть Какое Чувство Привязанности А чувство Ревности Это у него Есть Есть Чувство Ревности Однозначно Конечно Есть Ну Потому Что Он Видимо Понимает Что Ты От него Начинаешь Ускользать Как Рыбка Что Он От тебя Скрывает Давай Что Он От тебя Скрывает Вы Хотели Гадкие Тайны Я Не Люблю Все Знаете Я Белое пальто Выгуливает Регулярно С красным Подбоем Вот Ну Вы же Хотите Такое Надо Это Все На Что Тя Скрывает Девятка Пентаклей Карта Солнца Ты Знаешь Вот Есть У него Какой-то Скрытый Источник Дохода Ну Я Понимаю Что Он Серебролюбец Как Многие Из Нас Любят Деньги Но У меня Ощущение Что У него Есть Как Будто Наследство Что Ли Солнце Да Паш Пентаклей Он Как Будто Знаешь Надеется Что Ему Что Что Достанется Может Бабушки Там Понимаешь Какая-нибудь Двушка В спальном Районе И он Там Надеется Ее Потом Продать То есть У него Есть Какое-то Наследство Которое Он Ждет Я Надеюсь Девочка Моя Прекрасная Вы Не на Прохора Шаляпина Смотрите Который Живет С какой-то Бабушкой Вот Так Че Че Скрывает От вас А есть такое, что Он мог что-то Переписать Как, знаешь, там Ну, не то что-то на левых людей Но, может быть, это Что-то оформленное На других людей Потому что он не хочет в чем-то светиться Смотреть девятка Пентаклей Перевернутая карта Солнца Паш Пентаклей Ощущение распределения Дохода по разным источникам Потому что он Все равно будет искать Пути отступления Или он будет бежать из этой ситуации Связанной с бизнесом, браком Наследством, хрен знает чем Вот есть у него, понимаешь, такое А потом он просто Все в котомочку, короче, соберет И свалит Но здесь еще, котик мой, может быть, неприятнейшая Ситуация, которая связана с тем Что наш прекрасный теленочек Пьет из разных источников И, опять же, может юзать Разных женщин Для получения своего финансового удовлетворения Хорошо, давай так У него женщина есть, которая ему там Финансово как-то помогает Или, собственно, могут участвовать Его карьер или как-то его продвигают Знаешь, так Он там вялый дикпик им там шлет Есть женщина Девятка кубков Король жезлов Ты знаешь, у меня ощущение, что у него какой-то, знаешь Сонма подруг Да, где он там Достаточно востребован Да, девятка кубков, короче, король жезлов Постоянно, короче, окружен Какими-то поклонницами Знаешь, я такое часто вижу Например, когда ко мне приходят на личность Смотреть на типы публичных личностей Потому что сейчас вообще нефиг делать Стать публичным личностям Можно просто кринжовую психологию выкладывать Короче, в инсту Иметь там, не знаю Бороду и маскулинный тип Внешности, да И девки просто прям падают Что-то пеляем Ну, такие, знаешь, не особо разборчивые Потому что И вполне возможно, что он авторитет В какой-то группе лиц Ну, вполне возможно, женского пола Ну, девятка кубков, да Где он может выбирать и перебирать Может, ты смотришь на какого-то, знаешь, там, препода А у него большое количество студенток И они там всем в рот заглядывают Потому что нужно и зачет, короче, сдать, да Поулыбаться И, может быть, они правда его считают легкой добычей Потому что, как-то, знаете, он сильно в трусах Там, в свои сокровища Затонувшие пиратские корабли Не держит А это не держит, правда, честно Вот такое ощущение, что он себя этим Жезлом пустит, понимаешь, в жизнь пробивает Меч короля Артура Пробил? Нет Ты понимаешь, что нет? Либо он ранее был востребованный Да Либо, как-то, знаете ли Не встреча... Как это сказать? Не встретилась та дурочка, да Которая, собственно, за его вот этот вот Дуб горящий, да О, царство-то ему отдала А чушь он так уверен, что он такой самый прям Востребованный, хороший любовник А, пожалуй, он в интернете общается Он действительно, знаешь, как вот Общается, возможно, в интернете И еще, чтобы кто-то его вытащил, да Из его дыры, там Может быть Даже если у него сейчас какая-то благополучная Достаточно финансовая история Он же не уверен, что это ему, знаешь Как-то все достанется И принадлежит, потому что он там на птичьих правах, да Он там, когда я тебе говорю просто, что там Ситуация связана с тем, что Может быть, жены ей там Или еще что-то А он реально на птичьих правах И понимаешь, ему, поскольку, видимо, удалось когда-то, да Он хочет, чтобы случилось так снова, да Чтобы заметили, какой я, да И меня, значит, это Забрали, да К себе домой В качестве аксессуара, да Хочет аксессуаром быть Отсельно перевернутый Тут жезл Да достаточно давно хочет Но никто что-то не берет, понимаешь Товар залежавшийся Товар залежавшийся Поэтому еще он там рассказывает, что он там дико востребованный Или пытается там, знаешь, что-то там тебе показывать, короче Нет, он сам ищет какие-то шансы Но что-то вот нет Может, конечно, просто, знаешь, там хорошо выглядит Там спортзал там ходит Или там, допустим, у него там, не знаю, тачка Либо арендована, либо в кредит, короче, да Как они там Вот, и тебе кажется, что он такой достаточно успешный Реализованный, образованный и прочее А тут нет Тут все-таки хочется Пусть мама услышит Пусть мама придет Тайны еще какие от тебя скрывают Что такое нелицетриятное Ты можешь туда посмотреть и знать А что он ждет? Я вот вижу Мне прям показывают, что он ждет Какую-то прибыль Я не знаю, может, какая-то бабка должна там, извини меня Помереть и оставить ему квартиру, да Он чего-то ждет Смотри, он ждет Прям какой-то финансовый куш А у него не получается Видишь, девятка мечей То есть, его ситуация кошмарит То есть, вот это все Ну, как бы Он не получает то, чего хотел Да А он прям надеется на какие-то очень легкие деньги Надеется на легкие деньги Он сейчас об этом не говорит Ты знаешь, какая тут гадкая ситуация Такое ощущение, что у него есть какая-то постоянная баба А есть еще дополнительная И вот дополнительная Типа он, знаешь, там Их, типа, перебирает И сильно не вписывает, короче, в свою жизнь А вот эта постоянная Я не знаю Может, она бывшая жена Может, мать Не знаю, что Ну, короче, такая прям значимая фигура А почему он говорит, что может, мать Потому что я не вижу близких отношений между ними Вообще Шестерка жезла Карта силы А, ну, она его очень жестко мотивирует Она действительно его жестко очень мотивирует Еще раз Кто-то для него Ты для него какой-то социальный лифт В чем Ты для него лифт социальный В чем Я не могу ничего сказать больше Ну, давай по-честному Ты для него социальный лифт Потому что в какой-то момент Ты поверила вообще Что с ним действительно Можно что-то выстраивать Что он может быть императором Да, ты посмотри По девятке жезлов Прям тачишь его на императорский трон А он бы хотел сидеть Знаешь, на императорском троне Ну, короче, да Совсем другой женщине Какая история Ну, знаешь, наверное, даже не про какой-то конкретный А вот Самый лучший Просто тупо самый лучший Просто тупо самый лучший Вот мужик продуман Да Мужик абсолютно продуман Сказать, что я там могу сказать Что-то хорошее про него Ну, наверное, про то, что он может очень, знаешь Как лояльно относиться к своей семье Потому что Для него вот это вот понятие чести семье Оно для него действительно важно То есть он в первую очередь туда Все вкладывает Потом в тебя В тебя что-то вообще не очень, да Четверка жезлов Шестерка А тут, наверное, знаешь, такая история Что он видит тебя каким-то локомотивом Ты типа сама прешь по жизни И как-то его роль сильно в этом всем не требуется Ты тот лифт, который, знаешь, его прет по жизни Окей Троечка, ну что, я вас приветствую Давайте смотреть происходящее с вами Напоминаю, что расклад достаточно гадкий Потому что вы сами просили тайны И раз уж вы настроились на нелицеприятную информацию Ну, если нам пространство сообщает Окей Не надо думать, что мне все это приятно Я, правда, могу быть в этом циничной достаточно Но, правда, не то, что приносит удовольствие Давайте так Я сейчас представляю, что вы сидите напротив Сидите напротив Я сейчас вот скажу, кто ко мне пришел Короче, верчу, запутать хочу Кто же ко мне пришел Кстати, вы тут выражаете большие респекты Этой колоде Она вам нравится Мне, кстати, тоже, видите, она такая Оно сговорящей достаточно Потому что хорошо прорисована Ну, душа, короче, есть у кого-то Характер хорошо прорисованный персонаж А кто передо мной? Встань Кто передо мной? Ох, какая-то серьезная передо мной дама Завужья, кстати, может быть Женщина, которая сама управляет процессами Да, Ярофан, да Женщина с твердыми принципами Женщина уверенная в себе Сидит передо мной сейчас Вот, опять же, все есть Замуж либо не берут Либо в личной жизни опять не складывается Не складывается Ну, собственно, вы как-то себя построили Вы как-то что-то заработали А, кстати, вы еще можете быть разведены Или в процессе развода Но здесь передо мной больше акула Чем маленькая, знаешь, такая девочка Которая прям прячется в шкаф Прячется в шкаф И тут, сто процентов, вполне возможно Вы разочаровались в отношениях Или в отношениях вы просто мужика Сжираете до костного мозга Сейчас я посмотрю, почему Десятка мечей Вот карта страшного суда Может быть, это прекрасная женщина Которая должна была состояться свадьба Но она расстроилась, да Все же Или были отношения, но вы из них вышли Потому что у вас прям болезненная ситуация Десятка мечей Финал Финал Что закончилось Смотри, что-то закончилось Так и не начавшись Да Вот все уже шло как надо Давай посмотрим, что еще Не вывезли, да Десятка жезлов перевернутая Смотри, такое ощущение Что ты сама себе говорила Да вот надо потерпеть Вот это трудности А потом будет легче Мы очень сильно ждали новую жизнь Мы ждали изменения отношения к себе Соответственно Здесь либо мужик не вывезли Либо мы сами сейчас посмотрим Десятка мечей Ну кто-то правда сможет смотреть меня У кого Я сейчас аккуратно говорю У кого персонаж Дай бог, если он сливается А потом появляется Но ощущение, что он мог просто Порпасть без вести В том числе и вас заблокировать И вы подозреваете его В какой-то тайной жизни Сейчас, я посмотрю Десятка мечей Что это такое Да Это могло быть Достаточно резкое исчезновение Вроде как И какое-то резкое исчезновение Да Непонятное вам Или спровоцированная Ссора может быть И вы чувствуете Что-то не так Что-то не так Что, знаете, бывает такое Что мужик сидит там Переписывается Типа в туалете Да Приходит жена Да, включает свет И он Понятно, что все чатики Короче, выключает сразу Блокирует Полностью Вот это ощущение Что просто внезапно Резко слился Мужик Внезапно Резко слился Да Что пришли узнать Относительно того Кто слился Что хотите узнать Ну, понятно, да Либо он вас заблокировал Короче, либо просто Что такое Где он Что с ним Четверка мечей Да И шестерка Пентакли Перевернутая Потому что Может быть, кстати Здесь тоже Еще кто-то мог Знаете, как на заработки Уехать Или вы как-то общались Так, что он командировочный Еще что-то Но явно он Что-то вам вскрывал И не договаривал Да Шестерка Пентакли перевернута Четверка Четверка Потому что Такое ощущение Что вы знали Что он в какой-то Неприятной ситуации И вполне возможно Могли подозревать Что это неприятная ситуация Связанная с деньгами Да Он слился Так Окей Я же надеюсь, что он вам денег-то не должен Ну нет такое Что он у вас там Допустим Деньги, короче, заняло А потом Исчез куда-то Че за ситуация-то была Че так сильно переживаете Император перевернутый Умеренность Так Короче, смотри Ощущение, что Как будто Перестало что-то между вами Развиваться Типа Типа нормально же Общались Король Ну так Лекарда мира Перевернутый И вы по-моему Невозможно Опять же Можете подозревать Что он женат Или вернулся к жене И так далее Я не могу сказать Что вы хорошо Этого человека знаете Вот вообще нет Вот вообще нет А вы ждете А вы ждете Чтобы он там Типа развалил Короче Всю эту ситуацию Или думаете Что он бывший Вернулся Вы его хорошо знаете Так Влюбленный Семерка Пентакли Да не знаю Такое ощущение Что вроде Что-то начиналось Могло там Чуть-чуть Продолжаться Семерка Пентакли Колесо Фортуны Нет Не могу сказать Потому что Либо он свалил Либо это какой-то Курортный роман Может он командировочный Может колеса Вот пожалуйста Колесница Паша Мечей Так что Отношения На расстоянии Какая-то Короче Невозможность Пятерка Пентакли Девочка Он в тюрьме Не сидит Что там Нету Не совсем Понятная история Давайте А вы его вживую Знаете Пашкубка Перевернутый Да я даже Кстати не уверена Что вы знаете Его вживую А почему Потому что Пашкубка Все же Он еще перевернутый Больше фантазии Больше фантазии Да Такое ощущение Что человек Вас смог Прям планомерно В себя влюблять Какой-то просто Образ Опять же Создает Семя Так А есть вариант Что вы с этим Чуваком В отношениях Все же Четверка Жезлов Привернутые Тройка Жезлов Короче Если есть вариант Что в отношениях Непонятно В каких Потому что Здесь нет Какой-то стабильности И целей То есть такое Ощущение Что никогда Там могли быть Но сейчас нет Сейчас нет возможности Шестерка Кубков Девятка Пентакли Короче смотрите Здесь какая ситуация Может быть Вы можете смотреть Допустим На персонажа С кем достаточно Давно расстались Или там Когда-то переписывались А потом знаешь С ретроградной Меркурии Вот нам его подкинул Ты видишь Да Да Это какой-нибудь Бывший одноклассник С кем не сослось Знаешь Там студенческая Какая-то любовь А вот он вылез Это такая Хрена вообще вылез Хрена вылез Или знаешь Там Когда ты слился Вообще Достаточно давно И ты не знаешь Что с ним типа было Вот А тот Он знаешь Нарисовался А тот Нарисовался Внезапно Не сотрешь Может правда сидел Я вот серьезно Могу Потому что Мне карту так показывают Сто ограничения Ограничения Женщин нет Мы понимаем Что это Что тебя скрывает Давай так Где шатался Все это время Пятерка Ну смотри Пятерка Пентакли Перевернутая Может он там Что в запое Каком-то был Девятка кубков Да Слышишь Шара Шара Мышничался Пятерка Пентакли Девятка кубков Да с какими-то этими Своими Собутыльниками Двойка кубков Давай так По чесноку Вот Если бы не было В твоей жизни Он с кем-то Отношался Там знаешь Отношался Мужик Отношался И что А потом Короче Смотри Потом он эту женщину Бросил Скорее всего Бросил Женщину Эту Ссора Там какая-то Произошла Все Короче Знаешь Он свободен Я ничей И значит Это И он решил Что он Холостяк Заново Воспрял Духом И всеми частями Тело Своими Этими Потертыми Поношенными Да Опять скрипит Потертая Судьба Ты что Давай Что по отношению К тебе А я так понимаю Что он достаточно Давно Просто свалил Без предупреждения Это была Либо какая-то Интернет-переписка Либо что-то Что вот Что-то прям Ну не завязалось А тут говорю Вот прям Да Потому что смотри У тебя девятка Мечей Паш Мечей Ты очень долго Наблюдала Скорее всего За ним Когда-то Когда-то Да Потому что Так Паш Пентакли Двойка Пентакли Потому что Вот та ситуация Когда вот Вы общались Ты вот четко Понимала Да Что либо Невозможно Построить отношения Короче Либо просто Мы были молоды И вообще Мы были все На выборе И слушай Скорее всего Ты смотришь что-то С сайта знакомств Да Потому что Ощущение Иллюзии выбора Ощущение Иллюзии выбора Короче Значит Он опять Пришвартовался К твоему берегу Давай спросим Зачем Зачем Какие тайны Скрывает Так Туз кубков Привернутый Прыцер Пентакли А Понятно Все Хочу семью Любви Отношений Да сейчас Смешной Да ужас Ужаса Давай так Что-то Не должна Знать Сейчас Про него Стоп Устил Четверка Жезлов Четверка Пентакли Да то что Знаешь Мой котик Даже если Отношения с ним Он там прям Поет Какой он классный Он ни хрена В них не хочет Сильно вкладываться Четверка Пентакли Правосудие Шут Чуалимен Латич что ли Четверка Пентакли Правосудие Развод Кстати Может быть Шут перевернутый Пятерка Жезлов Ду кстати Я тебе говорю Такое ощущение Что он Видимо должен Всем бабам Как земля Колхозу Соответственно Вполне возможно Что он злостный Не плательщик Либо алиментов Знаешь Там Либо как-то Не могу сказать Что он сильно Социально ответственный Короче Знаешь Как Не приняли Его Вот эту Творческую Натуру Солнце Отшельник Солнце Привернутый Отшельник Человек Очень сложный Характер И Он почему-то Хочет Чтобы его Прямо Принимали С потрохами А А что он К тебе Пришвартовался Что он К тебя видит Что он В тебе Видит Такого Нетребовательное Что ли Или тоже Разведение Знаешь Как Я разведен И ты разведена Что тянуть Что вот эти Ухаживания Давайте пожить вместе Да Что такое Десятка Пентаклей Рыть Жезлов Понятно Косик мой Вот Это некрасивая история Но ты Короче Запасной Аэродром Понимаешь И там Скорее всего Везде Его Турнули А он Значит Пришел Вот Ты реально Запасной Аэродром Да То есть Та женщина Короче Он почему-то Уверен Что он Своим Исчезновением Разбил Сердце Ты Будешь Знаешь Ждать Ждать Это Чего Ждать И он Такой Да Я понимаю Что я Разбил Тебе Сердце Я был Дурак Я ошибался Понимаешь Хотя Там уже Все стерлось От его Вот этих Ошибок Молодости Или чего-то Там еще И он Такой Знаешь Как Будливый Кот Нагулялся И прям Считает Что значит И тут Ему И готов И стол И дом И покров И что Только хочет Понимаешь Все Корабль Пошел Ко дну Он Видимо Растерял Свои ресурсы Ценности И теперь Вот эта Утлая Лодочка С порванным Парусом Кричалила К тебе Вот это Все Любите Меня Я всегда знала Что это Любовь всей моей Жизни И прочее Что тебе Нужно Делать С этим Семь Ты Видишь Как тебе Нужно Обороняться По двойке Жезлов Вот Потому что Он видимо Прям привык Знаешь Что в твою Этот Гавань Тихую Спокойную Ухоженную Постоянно Значит Его Потрепанный Парусник Причаливает Давай Как мы Его Развернем Ты Что делаешь Короче Ты Прям Я не знаю Сыплешь Соль Зверобой Я не знаю Читаешь Какие-то Мантры Чтобы Просто Его На пороге Твоего Дома Никогда Больше Не было Чтобы У него Не было Ощущения Что У него Просто Знаешь Лей Какая-то Халявная Квартирка В которой Он может Просто Прийти После своих Боевых Подвигов Залезать Рано И потом Покорять Бабищи Вот этих Недоступных А ты Такая Хорошая Прям Его Ждешь Прям Его Ждешь А ты Знаешь Прям В позиции Ждуна Когда Он Нагуляется Поймет Что я Его единственная Женщина А как Тайны Скрывает Какие Тайны Там нужно Скрывать Свои Бесконечные Любовные Истории Какие Тайны Скрывает Наверное Что Когда говорят Что Мертвого Могилы Исправит Вот он Такое Постоянно У него Джунгли Зовут Постоянно Пока Жезл Не Сотрется Знаешь Он Будет Активно Все Использовать Женщинам Пудрить Мозг Искать Самую Идеальную И прочее И прочее Потому что Он любить Не может Никого Кроме Себя А ты Все Пытаешься Доказать Ему Что Есть Большая И Светлая Ты Вот Такая История Не сильно Тайны Есть Тут Наверное Тайны Заключаются В том Что Такая Дурочка Да Вот Это Прям Тайна Правда Большая Тайна Для Меня Вот Ну Если Ты Будешь Смотреть Чаще Расклады Нейроведьмой То Коллективно Знаешь Можно Поумнеть Все Мы Там Знаешь Были Когда Тогда В Таких Ситуациях Дебильных Дурацких А теперь Молный Красивый Знающий Себя Цень Пусть У тебя Тоже Случится Подобное Счастье Все С вами Была Я Ваша Нейроведьма Редактор субтитров Редактор субтитров